Привет, ребята! Привет, друзья! С вами вновь программа «Новостёнок». И мы её ведущие Аслан и Белла. Как вы видите, мы тоже в режиме самоизоляции, поэтому вещаем каждый из своего дома. Ребята, вы тоже сидите дома? Я в это очень верю, ведь только общими усилиями мы искореним этот вирус. Все очень заскучились по нормальной жизни. Надеюсь, это скоро случится. Садитесь ближе к экранам. Сейчас мы вам расскажем много интересного и важного. Итак, сегодня в нашей программе... Все школы республики перешли в дистанционный формат обучения. Играть онлайн мы умеем, но каково это учиться онлайн? Как мы проводим время в изоляции? Оказывается, у всех свои лайфхаки и свои крутые успехи. И не только на фортепиано, но и в игре футбол. Самоизоляция не повод отменять тренировки. Ведь их можно проводить и дома. Перекатил, перепрыгнул, перекатил, перепрыгнул. Ребята, вы уже успели стать участниками нового челленджа АРХАС-24? Торопитесь, наши соведущие уже это сделали. Не плачь. Сама не доедала. Не забываем вкусно подкрепиться. Новые рецепты от поваренка Дианы. Сейчас мы добавим, наверное, небольшое количество томатного соуса. Положи сюда рядом, будем подавать с томатным соусом. Оставайтесь с нами, ребята. Ребята, настало время самых горячих детских новостей. Наша рубрика «А знаете ли вы что?» непременно удивит вас. Смотрим. Все школы республики перешли на дистанционный формат обучения. Такой кардинальной перестройки учебного процесса нынешнее поколение школьников еще никогда не практиковало. Играть онлайн мы умеем. Но каково это учиться онлайн? Вот эта задачка посложнее будет. Но ее стараются освоить все, даже противники системы. Но какие еще варианты могут быть? Их нет. Пока пандемия коронавируса развивается, дистанционка – единственный шанс не потерять связь со школьной программой и учителями. Помимо работы через личный кабинет в Е-классе, появилась и масса других возможностей подковать свою эрудицию. Например, смотреть онлайн-уроки на канале «Архиз-24». Ежедневно по будням с 8.30 утра и до вечера проходят уроки по одному из основных школьных предметов. С расписанием уроков по классам можно ознакомиться на сайте телеканала. В те времена проведение всероссийских проверочных работ для учащихся 4-8 классов перенесено на осень 2020 года. Планируется, что они пройдут в сентябре и октябре. В проведении ВПР в этом году должны были участвовать более 6 миллионов школьников. В 10-11 классах проверочные работы прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционный режим обучения. Для 4-8 классов ВПР до окончания текущего учебного года проводиться не будут. Осенью в начале нового учебного года их напишут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы. Напомню, результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс. Они важны прежде всего до школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие проблемы есть в подготовке учащихся и с чем нужно дополнительно поработать. Поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность. Школьный курс ОБЖ может пополниться разделом об эпидемиях и манере поведения в ходе распространения болезней. Об этом сообщают в Центре экстренной психологической помощи. Специалисты Центра и МЧС уделяют больше внимания переработке курса ОБЖ. Самому предмету уже больше 20 лет. И за это время представление о культуре безопасности очень сильно поменялось, а значит и сам урок нуждается в переработке. Отметили в Центре. Красная книга России впервые с 1997 года пополнилась в апреле новыми видами птиц и млекопитающих. В список вошли такие обитатели Дальнего Востока, как плотоядная косатка, камчатская популяция северного оленя, кадарский подбит снежного барана, камчатский тетеревянник и чернозобая гагара. По мнению дальневосточных экспертов, внесение представителей флоры и фауны в Красную книгу России должно привлечь внимание к их экране, урегулировать процесс добычи животных и пояснить положение видов, попавших в список. В октябре прошлого года глава государства подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, замеченную в Кашную книгу России. Ученые нашли планету, которая похожа на обитаемую больше, чем другие. Экзопланета Кеплер 1649С похожа на Землю размером и температурой. Она получает на 15% меньше света из-за того, что звезда, на орбите которой она обитает, намного меньше Солнца, но на ней может быть вода. Данные о планете обнаружили ученые, когда повторно просматривали архиз телескопа Кеплер, который работал на орбите с 2009 по 2018 год и обнаружили несколько тысяч экзопланет. Небесное тело находится на расстоянии 300 световых лет от Земли. Кеплер 1649С всего в 1,06 раз больше нашей планеты. Количество звездного света, которое она получает от своей ведущей звезды, составляет 75% от количества света, которое Земля получает от Солнца. Это означает, что температура экзопланеты может быть аналогичной температурой нашей планеты. Но в отличие от Земли, Кеплер 1649С вращается вокруг красного кадрика. Этот тип звезд известен вспышками звезд, которые могут сделать окружающую среду планеты сложной для любой потенциальной жизни. Ребята, ну как там сидеться дома? Рассказывайте нам, присылайте свои ролики в директ-аккаунта собака.архиз24.дети о том, как вы занимаетесь уроками или проводите свой досуг. А может быть у вас появились свои интересные хобби? В общем, делитесь ими. Мы будем вам благодарны. Наш соведущий Леонид уже поделился своим видео. Предлагаю посмотреть, чем полезным он занимается дома. Да, не забывайте, что сейчас самое идеальное время для саморазвития. Используйте его на все 100%. Всем привет! Я Леонид Жаубаев. Я ученик 4-го А-класса, лицея номер 15 и 3-й музыкальной школы города Черкеска. Я сейчас представлю вам композицию, которую я выучил дома во время карантина. КОНЕЦ КОНЕЦ Оставайтесь дома и проводите время с пользой, как и я. Руслан. Наш соведущий весьма гармонично себя чувствует в четырех стенах. Он успевает все – и учебу подтянуть, и с друзьями пообщаться. Я чуть не сомневался почему-то. Привет, Руслан. Здравствуйте, дорогие школьники. Меня зовут Охтов Руслан Имранович. Я учусь в школе номер 7 в городе Черкеска. Учусь я в 9-м Б-классе. А также являюсь участником заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по предмету экология. И сегодня я хотел с вами поговорить про то, что делать на длительных весенних каникулах. Как занять себя, чем заняться, как придумать свой досуг. Сегодня мы об этом с вами поговорим и все очень подробно обсудим. Так как наносу сдачу основного государственного экзамена, я каждый день уделяю время подготовке к нему. И вам советую заняться тем же. Помимо того, что я самостоятельно занимаюсь и решаю ОГЭ в тетрадках, еще я очень часто захожу на онлайн-площадки, такие как Фоксфорд, Учиру или Рэш, и занимаюсь уже там с учителями. Также нужно поддерживать здоровый образ жизни. Поэтому я вам советую каждый день по утрам делать зарядку, а по вечерам разминку, что поможет вам держать себя в тонусе, даже сидя дома и не выходя на улицу. А на досуге я очень много времени уделяю чтению, потому что чтение развивает мозг и фантазию. И вам тоже советую заняться. Так как у нас на данный момент нет возможности часто видеться и гулять с друзьями, то мы, естественно, по ним скучаем. Но есть один выход. Современные технологии. Мы можем просто позвонить своему лучшему друзьям по видеозвонков. Привет! Привет! Дорогие школьники, я вас призываю оставаться дома, не паниковать, проводить время с пользой, общаться со своими близкими и родственниками, а также наслаждаться жизнью. До свидания! Ребята, а вы знаете, что телеканал «РХС-24» запустил масштабный челлендж «Скажи спасибо ветеранам». Чтобы принять в новое участие, вам достаточно снять ролик, где вы либо читаете стих, либо поете, либо что-то делаете своими руками. Главное, чтобы это было тот жественное слово «спасибо» нашим дорогим ветеранам. Ролик необходимо будет разместить у себя на странице в Инстаграм, указав 4 обязательных хэштега. Спасибо ветеранам «РХС-24», «Победа-75», «Победа-09». И не забудьте отметить наш телеканал. Лучшие ролики мы опубликуем у себя, а также покажем в нашем телеэфире. «Скажи спасибо ветеранам». Именно так называется новый челлендж, который запускает телеканал «РХС-24». Чтобы принять в нем участие, достаточно снять небольшой видеоролик о том, как вы либо поете, либо читаете стих, либо что-то делаете своими руками. Не важно что, главное, чтобы этим вы хотели сказать спасибо нашим дорогим ветеранам. Далее этот ролик вы опубликуете у себя на страницах в Инстаграм, обязательно прикрепив следующие хэштеги. Спасибо ветеранам «РХС-24» и «Победа-75». И не забудьте указать наш телеканал. Лучшие ролики мы разместим у себя на странице в Инстаграм, а также опубликуем в своих телеэфирах. Ребята, торопитесь принять участие в нашем челлендже. Уже 9 мая мы будем подбатить фут-токе, кто лучший из лучших. Самые артистичные, выразительные и креативные ребята могут стать нашими соведущими. Вливайтесь в нашу команду. Одной из первых в нашем челлендже приняла участие наша соведущая. Кира, смотрите, какое произведение и как она прочитала его. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась кровью черная земля. Былась у я, был дом. Теперь остались совсем одни на свете, ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем. И смерть вокруг летала злой птицей, бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу. И мне-то тут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосеньки горят. Но в тишине свистели пули звонка. Зловещий отдых исполыхнул в окне. И выбежала из дома у девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне. Молчание, мне голоса не слышно. Победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек. А сиротила подлая война. Но Кира-то может начитать еще не так. Она ведь учится в школе ораторского искусства. Не у всех так может получиться. А вот и неправда. И я это докажу. Смотри, какую подборку чудцов, стихотворений на военную тему я составил. Все они тоже участники нашего челленджа. У меня в руках звезда. Фронтовая, боевая. Мой прапрадед воевал. Нашу землю защищая. Он сражениями в боях до Берлина путь измерил. И хоть было нелегко, но в победу свято верил. Не вернулся он с войны. Только вот его награда. На ладони у меня тяжелая ее прохлада. В день победы всей семьей мы проснемся утром рано. И парад пойдем смотреть. И поздравим ветеранов. На носилках около сарая. На краю отбитого села. Санитарка шепчет, умирая. Я еще, ребята, не жила. И бойцы вокруг ее толпятся. И не могут ей в глаза смотреть. Восемнадцать. Это восемнадцать. Но ко всем неумолима смерть. Через много лет глаза любимой, Что в его глаза устремлены, Отблеск, зарев, колыханье дыма. Вдруг увидит ветеран войны. Михаил Исаковский, Куда б ни шел, ни ехал ты, Куда б ни шел, ни ехал ты, Но здесь остановись. В могиле этой дорогой Всем сердцам поклонись. Кто бы ни был ты, Рыбак, шахтер, ученый, Или пастух, Навек запомни здесь лежит Твой самый лучший друг. Есть за Полтавой в чистом поле Могила павшего бойца, Кругом пшеничное раздолье, Душистый запах чабреца. И каждый вечер на закате Сюда, в степную благодать, В поношенном старинном платье Приходит седенькая мать. Придет, украсит васильками Могилу ратника она И долго над замшелым камнем Сидит, печаль погружена, И думает, прошедший мимо Под этой каменной плитой Лежит сынок ее родимый, Ее соколик дорогой, Которого она бывала, Ждала с работы у крыльца, А мать ни разу не видала Лицо погибшего бойца. Опять война, опять блокада, А может нам о них забыть? Я слышу иногда, Не надо, не надо раны бередить, Ведь это правда, Что устали мы от рассказов о войне, И о блокаде пролистали, Стихов достаточно, вполне, И может показаться правы И убедительны слова, Но даже если это правда, Такая правда не права. Белла, скажи пожалуйста, Ты сама делаешь уроки, Или иногда все-таки обращаешься к маме? Но что тут скрывать, Все знать невозможно, И периодически приходится Обращаться к маме за помощью, Но разумеется, Она не в восторге. Значит, не одна моя мама Так реагирует. Ну, хорошо, что у нас хоть так, А то может быть и по-другому, Как в следующем ролике. Он шуточный, Но мы-то знаем, Что в каждой шутке Лишь доля шутки. Да уж, бывают дела. А я знаю парнишку, Который так соскучился по школе, Что записал очень трогательное обращение, Что невозможно не прослезиться. Здравствуйте. Это я нанесла. Я очень хочу в школу, Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, Непонятно объясняет. Я вас соскучился, Вы не болеете. Сидеть дома, Это с одной стороны очень клево, Но вот жалко, Что не побегаешь с ничего. Дома тебе не футбольное поле, И все же кое-какие упражнения Отточить можно. И как это сделать нам расскажет Онлайн наш персональный тренер Из футбольного клуба Спартак Юнион. Очень интересно. Будем смотреть. Сейчас будем выполнять работу, Техническую работу с мячом В домашних условиях. Первое упражнение. Наступаем на мяч Одной ножкой, Наступаем другой ножкой. И чередуем. Наступил, убрал, Наступил, убрал, Наступил, убрал, Наступил, убрал. По 10 раз на ногу. Дальше. Чуть-чуть побыстрее. И в таком режиме работаем. Второе упражнение. Наступаем на мяч ночкой два раза. Опускаем. Два раза правая, Два раза левая. И чуть-чуть побыстрее. Раз, два. Перепрыгнул 1, 2, перепрыгнул 1, 2, перепрыгнул 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. И так мы делаем по 10 раз на одну ножку. Оставили ножку на мяч, покатили, остановили. Назад на одной ножке отпрыгнули. Опять взяли, покатили подошвой и на себя подтянули. Так мы делаем 10 раз на одну ножку. И покатили, остановили. На себя подтянули. Работаем подошвой. Внутренней стороной опорная нога смотрит прямо. Ровненько стоит параллельно мячу. Внутренней ножкой вперед. Подошвой остановили на себя. Внутренней вперед остановили на себя. Внутренней вперед остановили на себя. И так же аналогично левой ножкой. Вперед остановили. Внутренней вперед. Главное, чтобы опорная ножка смотрела ровно. Стопа стояла ровно и в центр мяча. Именно в центр мяча. И так же правая еще раз. В центр мяча. И так мы делаем 10 раз на одну ножку. С правой ножкой перекатываем на левую ножку. С левой ножки на правую ножку. С правой ножки на левую ножку. И побыстрее. Перекатил, перепрыгнул. Перекатил, перепрыгнул. Перекатил, перепрыгнул. И чуть-чуть побыстрее. Так мы делаем 2-2 минутки. Шестое. Ставим ножку на мяч. Перекатываем на себя. На себя катим. И внешний убираем. Покатил, внешний убрал. Покатил, внешний убрал. Покатил, внешний убрал. И также другой ножкой. Перекатил, убрал. Перекатил, убрал. Перекатил, убрал. Перекатил, убрал. Седьмое упражнение. Внутренней стороной вокруг себя. Внутренней стороной. Чаще мяча касаемся. Внутренней поправил. Остановился внешний в другую сторону вокруг себя. Поправил, остановился внутренней. и также внешне в другую сторону вокруг себя чаще касаемся мяча и также левой ножкой по 10 раз ставим ножку на мячик правая рука правая нога перекатывая мячик разворачиваемся останавливаем правой ножкой опять через правую ручку разворачиваемся останавливаем что чуть-чуть побыстрее так же и левой ножкой левая ножка через левую руку через левую сторону покатили мяч остановили покатили остановили побыстрее за время сидения дома люди стали есть чаще и больше об этом заявляют социологи я вполне верю потому что и до самоизоляции любил вкусно поесть теперь это делать проще и быстрее надо не только уплетать готовые вкусняшки но хотя бы иногда и готовить самому я не умею ничего страшного наш настырный поваренок диана кого угодно научит я уверена в этом смотрим ее рубрику всем привет с вами снова рубрика поваренок и я ее ведущая диана и моя помощница олесе добрый день дорогие друзья мы снова с вами мы снова вас научим готовить что-то вкусное сегодня предлагаю приготовить полноценный обед скажи ты любишь сосиски я люблю сосиски я знаю что диана вегетарианка да но сосиски она иногда себе позволяет но у женщин всегда должны быть какие-нибудь маленькие слабости правда диан поэтому мы с тобой сегодня приготовим сосиски уже вместе с гарниром я думаю что все любят дети спагетти да да вот сегодня у нас на столе есть спагетти вот сосиски собственно это все что нам потребуется ну и конечно же вода мы будем варить до наш обед воду мы добавим небольшое количество соли я думаю что диана справится с этим заданием но сейчас более ответственное здание для тебя сейчас мы возьмем вот эти спагетти да мы их вот так сломаем пополам вот теперь ты будешь брать по одной штучки и знаешь что мы будем делать так мы сейчас будем поступать сосисками вот так это макароны на палочки да только мы будем несколько палочек втыкать вот в сосиску будем нанизывать на спагетти кусочки сосиски можно использовать обычные сосиски можно купить детские сосиски знаешь да такие малыши есть маленькие сосисочки вот можно на них точно также точно также в них воткнуть спагетти смотри мы можем даже вот как-нибудь вот так вот чуть-чуть вот на искать да как тебе больше нравится вот ты можешь сейчас применить все свои творческие способности она перекрасила ничего так задумано было вот мы сейчас нанизаем сосиску на спагетти и отправим варить в таком виде в кипяток смотри нормально получилось ежик да получится ежик или осьминожки не больше похоже на ежик на ежика здесь уже все зависит от вашей фантазии от ваших ассоциаций кто-то готовит ежиков кто-то осьминогов а можно вот так можно конечно и так как тебе больше нравится можно не ломать спагетти она длинные спагетти надевать по несколько кусочков и получится такие бусы интересные необычные бусы мне кажется что в готовом виде такое блюдо будет очень интересно есть такое буду да не просто интересно готовить но еще и есть мне вообще кажется что самый вкусный гарнир для сосисок это именно макароны вот ты с чем любишь сосиски с макаронами и пюре вот сегодня у нас как раз один из твоих любимых вариантов мы остальные сосиски точно также нанизываем как вы думаете что это похоже даже не знаю так смотри я тоже вот так вот сделаем спагетти мы варим как обычно 8 12 минут до состояния аль денте или до полной готовности в общем-то информацию о готовности о времени варки можно прочитать на упаковке данные спагетти варятся 8 минут поэтому мы на 8 минут отправляем вот этих вот чудиков в кипяток чудик отправляем их сюда сейчас подождите да я жду давай я как раз пока вот эти отправлю а ты заканчивай и сейчас тебе необходимо будет подсолить немножко воду давай аккуратно с кипятком лучше доверьте это взрослому человеку чтобы брызги не попали вам на руки или в лицо добавляя соль ты можешь добавить больше да да можешь прям так уж меньше хорошую спасать насыпать все после закипания варим 8 минут возвращаемся к нашим телезрителям да ну что ж прошло некоторое время и у нас получился неплохой результат да неплохой результат я предлагаю взять тарелку возьмем тарелку поглубже у нас сегодня полноценный такой обед получился необычный сейчас мы воспользуемся шумовкой можно воспользоваться дуршлагом можно как необычно выглядит да вот такой вот необычный у нас сегодня обед получился сейчас мы добавим наверное небольшое количество томатного соуса положи сюда рядом будем подавать с томатным соусом да можешь ложечкой да не смотри вот так вот из лампа ладина ничего не выпадает все можно добавить майонез ты ешь майонез не моя сестра есть все тогда мы сегодня не будем мы сегодня обойдемся только томатным соусом я предлагаю попробовать ты можешь воспользоваться вилкой потому что слишком горячего да сейчас немножко остынет и можно пробовать секундочку дуй ну вот что у нас получилось давайте пробовать что ну как вкусно хороший обед сегодня у нас получился обед сегодня удался дожилла дожилла спокойно ну что ж дорогие телезрители нам пора прощаться и не забудьте приготовить это блюдо чтобы накормить своих родных и близких всем пока пока дорогие ребята вот и подошел концу наш сегодняшний эфир по удаленке надеюсь вы узнали для себя что-то новое хотите как и мы вести программу новостенок или быть ее гостем тогда вам всего лишь надо заявить о себе и своих достижениях а также активно участвовать во всех наших акциях пишите нам в директ аккаунта инстаграм собака архит 24 нервнее подчеркивание дети или на электронную почту дети собака архит 24 точка ру письмам прикладывайте анкеты и портфолио с достижениями в любой сфере на этом у нас все до новых встреч в эфире а